МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости седьмого канала. Сегодня 11 января, в среда, в студии Алексей Кован. И главным темам этого дня... Ох уж эти детки! Ох уж эти детки! Еще раз! Учительница географии подралась с шестиклассницей из-за того, что девочка закурила на уроке. Город не фонтанов, но гейзеров. Сегодня снова часть Красноярска осталась без холодной воды. А накануне всю ночь устраняли порыв над теплосетях. Глава города требует сделать перерасчет. Вор должен сидеть в тюрьме. Суд приговорил. Наибавла Константина Федериковича признать виновным. Криминального авторитета отправили на 8 лет в колонию только за то, что он вор в законе. Правда, удалось это сделать лишь со второго раза. Крещенских купаний не будет. Поверьте, в проруби грехи не прощаются никак. Грехи прощаются в таинстве, в покаянии. Ковид ушел, но собраться православным в этом году помешала другая напасть. Схватила за волосы и облила водой. В Красноярской школе подрались шестиклассница и ее классная руководительница. Конфликт девочки и учительницы произошел во время урока на глазах у других детей. Все из-за того, что школьница вдруг решила подымить вейпом прямо во время занятий. Сейчас этим делом занимается Следственный комитет. Лилия Мишалкина расскажет подробности. Воспитательная беседа 61-летнего педагога и школьницы незаметно превратилась во взрослую разборку. Дам не остановила. Разница в возрасте, этикет и школьные стены. Причиной драки стала электронная сигарета, которую шестиклассница решила подымить, пока шел скучный урок истории. За что и поплатилась. Теперь мизинец девочки опух и посинела. Портфель можно носить только на правом плече. Одноклассники, которые все это видели, хотят одного – забыть. По их мнению, педагог просто сделала замечание подростку, но в ответ получила фонтан из бутылки. После этого нервы женщины и сдали. Я сидела, после чего мне сказали, что смотри, там кто-то дерутся, учительница. И там я не поняла, кто первый, но просто это было страшно смотреть. Мы друг друга просто нападали. Потасовка случилась в школе 34 на правом берегу. Учителя считают 12-летнюю участницу драки просто коммуникабельной. А вот одноклассники побаиваются. Девочка общительная, очень общительная. Вот, и нуждается в дружбе, очень любит дружить. Если вы посмотрите, она вот общается со всеми везде. Встает к людям, как-то странно ведет. Ну, не как обычные люди, например, там ходят. Она как-то в своем мире как-то… Другая участница потасовки – учительница, ветеран труда и педагог со стажем, много лет проработавшая с детьми в школе. Специалист высшей категории, хороший учитель. Мы не дружим, мы приятельства, мы коллеги. У нас дружбы нет. А учитель сейчас преподает, продолжает? Ну, по крайней мере, сегодня у нее были уроки. С виду она добрая, хорошая. То есть я с ней много раз общалась, все хорошо. Но бывают моменты, когда у нее проскальзывает немножко такое своеобразное отношение к ученикам. Она может прикликнуть и так далее, но так, она в целом хорошая учитель, хороший человек. Следователи уже возбудили уголовное дело, хотя заявления в полицию родители писать не стали. В городском департаменте образования не одобрили учительские методы управления гневом. Поведение учителя и те способы урегулирования конфликта недопустимы. Тем не менее, школьница призналась, что раскаивается. Пустить дым на уроки ей, вероятно, долго не захочется. Лилия Мишалкина, Станислав Никифоров, Седьмой канал. Трагедия на остановке. Пожилую женщину насмерть переехал автобус. Страшное ДТП произошло сегодня утром. Пенсионерка заходила в маршрутку под номером 60 и водитель неожиданно закрыл двери. Женщину зажало, а после ее переехал автобус. Что говорят очевидцы и что теперь грозит мужчине, смотрите в сюжете далее. Скорая, полиция и автобус номер 60. Все эти машины стоят тут непросто. На остановке автовокзал Восточный произошло смертельное ДТП. 63-летний водитель маршрутки, отъезжая от места, не убедился, все ли пассажиры зашли в салон и не заметил пожилую женщину, которая в этот момент, не торопясь, начала заходить в маршрутку. На кадрах видно, как пенсионерка в сомнениях поглядывает в сторону таблички с остановками, возможно, еще нужную для себя. Затем, хватаясь обеими руками за поручни, двери неожиданно закрываются и машина трогается. А что вообще слышали? Какие первые мысли были? Знаете, я ничего не слышала. У меня тут люди были, я ничего не слышала. Слышала, что кто-то кричал, и он стоит в кондукторше, и у нее там все уточните. Кричала, по всей видимости, пожилая пенсионерка, когда женщину зажала дверьми. После этого она упала на дорогу, а затем уже автобус переехал в Красноярку. Полученные травмы оказались для нее смертельными, женщина скончалась до приезда скорой. Сам же водитель после инцидента объясняет, что при отъезде не видел пенсионерку. С водителем разговаривали, он говорит, было очень темно, я ничего вообще не видел, ни кондуктор, ни водитель у меня не видел, как заходил пассажир, пытался заходить, в какой период. Поэтому какие-то, почему так произошло. То есть сейчас будут брать объяснение с водителя, все обстоятельства дело выяснять. У перевозчика к водителю автобуса претензий никогда не было. За рулем он больше 20 лет, а конкретно на этом предприятии проработал больше 10. Даже в ДТП не попадал ни разу, а вот очевидцы оправдания водителю не находят. Говорят, что все можно было разглядеть в зеркала, тем более остановка хорошо освещена. На водителя виноват, надо в зеркало смотреть. А темно, говорят, было. Темно, да. Ну так, а зачем? Австановка, там свет есть. Чем она думала, когда заходила, чем он думал, когда ехать начал. Ну, увидел по зеркалам, видно же, что она стоит еще. Я сам в шоке, конечно. За свою невнимательность водитель автобуса теперь ответит по закону. Полиция возбудила уголовное дело. Прокуратура организовала свою проверку. Полина Царева, Данил Дубенко, 7 канал. Красноярцам вернули тепло в дома после серьезной коммунальной аварии на правобережье. Ее устраняли всю предыдущую ночь. Столк кипятка разбил асфальт и затопил проезжую часть. Улица 60 лет октября напоминала декорации к фильму «Катастрофе». Клубы пара поднимались высоко вверх, а по дороге неслись горячие реки. Не сразу удалось выяснить, что прорвало магистральный трубопровод. После этого поврежденный участок перекрыли, и тепла не стало в семи соседних садиках и школах. А жители 200 домов на 9 улицах уснули в холоде. И хоть в СГК говорили, что подачу отопления прекращать не будут, а лишь снизят ее, горожане все равно жаловались на мороз в квартирах. Специалисты назвали причину порыва трубы – это коррозия. Сварочные работы закончили только к пяти утра. Сейчас системы снова заполнили. Глава города предложил ресурсникам сделать перерасчет. Сегодня надо, наверное, попросить или потребовать ресурсы, снабжающие организации, чтобы за период, где было либо понижение параметров, либо отсутствие ресурсов в многоквартирных домах, был произведен пересчет. Не предоставили ресурсы, не обеспечили услуг, и тогда нечего взимать за это деньги. Из города Фонтана в Красноярск превращается в город гейзеров. Сегодня только залатали порыв на теплосети на правом берегу, как на левом произошел очередной порыв на сетях Краскома. Всего за 10 дней с начала года горожане уже трижды остались без воды. Трубы горячие, что с холодной водой, рвутся при любых температурных скачках. При этом цифры в платежках неизменно растут. Продолжит тему наш корреспондент. Красноярск будто кто проклял. Ремонтные бригады едва успевают выезжать на ликвидацию очередных порывов. Только город отчитался, что на правом бережье все хорошо, за ночь проблему устранили, воду людям вернули, как неподалеку в районе цирка снова аварийные машины откачивают из тепловой камеры воду. Окрестности затянуло паром так, что машины вынуждены сбавлять ход. А это уже левый берег, район Гордыка. Здесь поломка на трубопроводе лишила холодной воды жителей дюжины домов. В некоторых исчезла и горячая. Людям пообещали подвоз, но машина прокатилась в холостую. Где-то шланг перемерз, где-то жителей не оказалось дома. Разгар рабочего дня, а кто-то стал жертвой ложной надежды. В 10 часов, в 11 отключили, позвонили, узнали. Председатель позвонила, сказала, что не будет войны до 4 часов. А сейчас посмотрели в компьютер, что это. Что до 20 не будет воды. В ресурсоснабжающих организациях каждый год, как мантру, повторяют. Все дело в климате. Традиционно резкие перепады температуры приводят к подвижке грунта. Мороз уходит в землю. В результате происходит повреждение подтрубопроводов. Не исключение стали и температурные качели этой недели. Особенно температурные качели не любят старые трубы советских времен. А у нас таких больше половины, объясняют ресурсники. Чтобы заменить сети на более надежные, они каждый год отключают воду, перекрывают дворы, тратят на это миллионы рублей. СГК, например, пару лет назад запустила инвестпрограмму. На один Красноярск предполагается потратить 15 миллиардов рублей за 10 лет. Под этим предвогом горожанам за год дважды подняли тарифы и шокировали недавними платежками за тепло. А ведь хотели еще больше. Исходя из соглашения, которое заключила сибирская генерующая компания, в объем выручки за счет тарифа на тепловую энергию они получают существенно больше, чем иные теплоснабжающие организации на территории края. И судя по примеру этого года, когда всего за 10 дней люди трижды оставались без воды, единственное, что мы можем противопоставлять сибирскому климату – оперативность. Глава города после череды аварий поручил своим заместителям и ресурсникам поработать над скоростью – диагностики, взаимодействия и устранения. Те отчитали, что все приведено в боевую готовность. Насколько боевую, можем узнать уже сегодня ночью. Температура опять опустится до минус 30. Евгений Назарчук, Марина Максименко, Дмитрий Комаров, Данил Дубенко, 7 канал. В селе Ербейска сегодня утром сгорел местный торговый центр. Пламя охватило всю кровлю здания. Это почти тысяча квадратных метров. Черный дым поднимался в небо на десятки метров. Пожар начался в 11 утра, предварительно из-за неисправной проводки в одном из помещений. Кроме этого, есть версии, что огонь мог спровоцировать перекал трубы котельной. Поджог, как говорят пожарные, исключается. Пламя удалось полностью погасить лишь к обеду. В здании располагались супермаркет, аптека и магазин техники. Местные жители говорят, что это не первый пожар в этом здании. Три человека сильно пострадали в лобовом столкновении автомобилей на трассе под Канцком. 55-летний водитель китайской легковушки Чанган ехал со стороны Красноярска в сторону Канцка. Во время обгона мужчина выехал на встречную полосу и на полном ходу врезался в газель, которая двигалась навстречу. В результате столкновения оба водителя и 35-летний пассажир легковушки получили травмы. Их автомобили перекрыли одну полосу движения, из-за чего на этом участке федеральной трассы было затруднено движение. Впервые в Красноярском крае вынесен приговор вору в законе только за то, что он вор в законе. Криминальный авторитет Костя Канский отправился в колонию строгого режима на 8 лет. Обвинительный приговор удалось вынести лишь со второго раза. Константин Найбаур, это настоящая фамилия, пришел на заключительное заседание в плохом настроении. Подробности смотрите в сюжете далее. А настроение, судя по всему, у Кости Каннского не самое радужное. Спрятавшись за капюшоном и медицинскую маску, прихрамывая и держась за поясницу, попутно успевая грозить журналистам тростью, криминальный авторитет прошел в зал заседания краевого суда и сел рядом со своим адвокатом. Клетка, где обычно находятся подсудимые, сегодня осталась пустой. Константина Найбаура, это его настоящая фамилия, обвиняют по статье «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Во время зачитывания приговора Костя Канский так и не снял капюшон, максимально пряча лицо от камер. Он отвернулся от журналистов и смотрел на судью. Суд приговорил Найбаура Константина Федериховича признать виновным. В совершении преступления предусмотрен статьей 210.1 Лукодекса Российской Федерации, назначив ему наказание в виде 8 лет лишения свободы в исполнительной колонии строгого режима с ограничением свободного срока 1 год 6 месяцев. Однако приговор в силу еще не вступил. У защиты есть время на его обжалование. Оглашение вердикта Костя Канский ждал под домашним арестом. В декабре присяжные единогласно заявили, подсудимый виновен и не заслуживает снисхождения. Накануне в краевом суде прошло заседание по обсуждению этого вердикта. На нем прокурор запрашивал для Кости Канского те же 8 лет. А потом суд удалился в совещательную комнату. Аж на сутки. После вступления в силу федерального закона, установившего уголовную ответственность за занятие высшего положения преступной геерархии, от криминального статуса не отказался и продолжает занимать указанное высшее положение преступной геерархии. По версии следствия, Константин Нейбауэр был коронован воры в законе в 1997 году. Также считается, что Костя Канский был назначен преступным сообществом, смотрящим за Красноярском. Антиворовской закон появился в России в апреле 2019 года. И уже спустя полгода в октябре по новопринятой статье Нейбауэра задержали бойцы Росгвардии. Также по желанию авторитета суд над ним тогда в 2019 году прошел с участием присяжных. 13 сентября 2021 года они вынесли оправдательный приговор. Однако прокуратура с этим не согласилась и подала апелляцию. Суд согласился с тем, что со стороны защиты были нарушения закона, которые могли повлиять на объективность присяжных. Сам авторитет не признавал претензии правоохранителей. Однако в сети есть видео, на котором при очередном задержании в Санкт-Петербурге Костя Канский признается в воровском статусе. Скажите, пожалуйста, вы являетесь в воровом законе? В компьютере все есть. Мы этого составим. Являюсь, являюсь. Являетесь в воровом законе? Да. Впервые закон, предусматривающий наказание не за конкретное преступление, а за принадлежность к воровскому миру появился в Грузии. Приняли его там еще в 2006 году. Согласно их законодательству, подозреваемого можно посадить минимум на 4 года. Только за положительный ответ на вопрос следователя, уважаешь ли ты воров. Костя Канский стал первым вором в законе, которого осудили в Красноярском крае за этот титул. Виктория Мартоник, Алифтина Сассова, Эдуард Баглай, 7 канал. Экс-главу Ачинского района арестовали за необычную взятку в виде скидки на снегоход и экипировку. По версии прокуратуры это произошло еще в 2020 году, когда подозреваемый был Ачинским городоначальником. Он назначил своего человека на должность генерального директора муниципального предприятия «Ачинский транспорт». В благодарность получил от него скидку в 508 тысяч рублей. Сегодня Петра Хохлова взяли под стражу до 8 марта. Миллион рублей МВД заплатит за помощь в расследовании громкого дела. Об этом начальник краевого главка Александр Ричицкий заявил на пресс-конференции по итогам года, а также прокомментировал слухи о своем переводе. Подробности в нашем следующем сюжете. Это недостоверная информация. Относитесь объективно ко всем первоисточникам. Вот и ответ на, пожалуй, главный вопрос журналистов. В самом начале января в СМИ появилась информация о возможных кадровых перестановках. Якобы начальника краевой полиции Александра Ричицкого могут отправить на работу в Крым. Но сам генерал-лейтенант эта опроверка остается с нами. Незаконченных дел еще много. Одно из них – резонансное убийство в Железногорске. 16-летняя девушка в августе пошла на празднование Дня города, а потом ушла в неизвестном направлении. Ее тело нашли на берегу озера. Убийцу до сих пор ищут, несмотря даже на то, что начали собирать образцы ДНК у ранее судимых мужчин в городе. А сейчас за помощь пообещали и внушительное денежное вознаграждение. Хочу, уважаемые представители средства массовой информации, объявить, что Министерство внутренних дел РФ гарантирует вознаграждение в размере 1 миллиона рублей за содействие в раскрытии преступления в отношении несовершеннолетней, которое было совершено в Железногорске. Среди планов работа вытрезвителей. Александр Речицкий сам давно высказывался за их возобновление. Начальник главка отмечает, состояние алкогольного опьянения – это не правонарушение. И в первую очередь работать в таких учреждениях должны медики. Но полиция готова содействовать. Мы не только за, мы активно участвуем во всех процессах. Я полагаю, что в первом квартале этого года будут открыты первые такие социальные учреждения. И мы одни из тех ведомств, которые прямо заинтересованы в этом. В целом в 2022-м, несмотря на все трудности, в полиции отмечают – отработали без сбоев. Признаются, когда отряд коллег уехал в Херсонскую область, ждали рост преступности. Но удалось среагировать и справиться. В прошлом году в крае снизилось число преступлений примерно на 3%. Наталья Архипова, Валерий Чащин, Седьмой канал. В Красноярске в этом году на крещение не будет обустроенных купелей. Ни на Енисей, ни на Базаихе, ни на Каче. Такое решение приняли из-за распространения ОРВИ и ГРИПа. По последнему заявлению главы Распотребнадзора, сейчас он превышен почти на 62%. Напомню, последний раз крещенские купания в Красноярске прошли в 2020 году. Тогда люди массово собирались, например, на острове отдыха или в обережной набережной. В следующие два года массовые купания отменили из-за ковида. В этом году из-за гриппа. Священники считают, что само окунание в Иордань не смывает грехи. Это скорее культурологическая традиция. Лучше сходить в храм, помолиться и набрать целительной крещенской воды. Поверьте, в проруби грехи не прощаются никак. Грехи прощаются в таинстве, в покаянии, когда искренний человек осознает умом и сердцем, что он согрешил пред Богом, пред людьми. Ему нужно в этом сознаться и сказать, Господи, прости меня. В области людей прощения. Тогда грехи прощаются. А просто окунаясь в прорубь, грехи не прощаются. Нет, конечно же нет. Но это такая традиция вообще в уставе церковном. Нет такой традиции идти и устраивать купание. Плата за капремонт в этом году выросла на 6,4%. Теперь жители красноярских пятиэтажек будут платить по 9 рублей 24 копейки за квадрат. А жители многоэтажек по 9,61. В реальном выражении рост составит от 20 до 50 рублей в месяц. Это самое значительное повышение тарифа на капремонт за последнее время. В прошлом году его подняли на 4%. В следующем году тариф подрастет еще на 4,5%. А в 2025 на 4,4%. Через несколько дней красноярцы смогут увидеть комету. На льду Енисея нашли умирающего котенка. Жители края атаковали лямблии. Об этом мы не только расскажем прямо сейчас в двух словах. В поселке Емельяново поймали пьяную автоледи, которая перевозила детей. Патрульные остановили женщину для проверки документов. В салоне находилось несколько человек. Дети ехали без специальных кресел и ремней безопасности. Младший ребенок сидел на руках у взрослого пассажира. Теперь за пьяную езду и неправильную перевозку малышей ей грозит штраф и лишение водительских прав до двух лет. В Красноярске на льду Енисея нашли замерзающего котенка. Как считают зоозащитники, больное животное выбросил в воду хозяин, но кот сумел выбраться на льдину. Пушистика заметила девушка, которая шла на фотосессию. У котика был вшит мочевой катетер. Он не мог сдвинуться с места и потихоньку вмерзал в лед. Сейчас животное находится в одном из приютов и ему необходима дорогостоящая операция. В Красноярском крае более чем на 20% вырос уровень заболеваемости лямблиозом. А в конкретных цифрах это почти 1300 заболевших в прошлом году. В основном это дети. Лямблиоз – это заболевание, вызываемое простейшими паразитами, может протекать бессимптомно. Чтобы не заразиться, нужно чаще мыть руки и кипятить сырую воду. Через несколько дней красноярцы смогут увидеть зеленую комету. Ее имя пока что состоит из сложного сочетания цифр и букв. Это небесное тело обнаружили только в прошлом году. 2 января комета окажется ближе всего к Солнцу, а к Земле максимально приблизится 1 февраля. Ее будет легко заметить в хороший бинокль, а то и невооруженным глазом. А 23 января можно будет увидеть еще одно астрономическое явление. Венера и Сатурн подойдут друг к другу почти вплотную. И теперь информация о погоде. Четверг, 12 января, в Красноярске переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 4 метра в секунду. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Ночью минус 29 градусов, днем до минус 22. К этой минуте у нас все сообщения. Если у вас есть свои новости, звоните в нашу редакцию по телефону 2-900-333. Присылайте фото, видео и текстовые сообщения на наши вайбер и ватсап номер 8-391-2-900-333. А также в чат телеграм-канала. Ну и не забывайте о наших социальных сетях. С вами был Алексей Кован. Увидимся!